Всем привет! Меня зовут Исаева Настя, и сегодня мы будем готовить с вами что-то невероятно вкусное. Сегодня у нас в программе турецкое национальное блюдо, и это не Turkish Delights, не турецкие знаменитые сладости, а лично для меня нечто более вкусное. Турецкий сырный пирог по-вегански. Поехали! У нас сегодня довольно большой объем, человек на 7, а может и на 8, поэтому мы взяли две упаковки лаваша. Для соуса нам понадобится литр растительного молока, любого растительного молока, которое у вас есть, которое вы любите. Если есть какие-то растительные сливки, тоже очень здорово, оливковое масло или любое другое растительное масло, которое вам нравится, сок лайма или лимон, куркума, соль и для начинки мы будем использовать тофу. У меня здесь 600 грамм. Если вы вегетарианец, вы легко эти продукты можете заменить молочными продуктами. Обычное коровье молоко или адыгейский сыр. Итак, начинаем с приготовления соуса. Выливаем молоко в миску. Тут можно не жалеть масла. Наш соус должен быть жирненьким. Добавляем соль. Я, когда первый раз видела, что делают так много соуса, удивлялась, куда же он уйдет. Добавляем щепотку куркумы. Поверьте, такое количество соуса как раз и необходимо. Он весь уйдет. И вот пирог. Вот такой жирненький соус получается чудесный. И отставляем соус. Приступаем к начинке. Вообще начинка может быть абсолютно любой. Овощной. Например, пюре с различными овощами. Либо, если вы пока вегетарианец, то любые сыры, творог. Все на ваш вкус. Очень важно, так как мы работаем с тофу, сделать эту массу жирненькой. Немножко с кислинкой. Солененькой. Довелось некоторое время пожить в прекрасном городе Стамбул. И когда я шла в какое-то кафе, то практически всегда я заказывала вот это блюдо. Это довольно популярное блюдо в этой стране. Этот пирог готовится в таких больших, круглых подносах. Они обычно стоят на витрине. И издают прекрасный аромат. Стараемся измельчить тофу максимально мелко. Для того, чтобы не было больших комочков в пироге. Наверное, в приготовлении это самая трудоемкая часть. Все, можно добавлять другие ингредиенты. Не жалеем масла. Тофу любит соль. Выжимаем сок лайма. Сюда также можно добавлять зелень. Но я предпочитаю, кроме тофу, в начинку больше ничего не добавлять. Потому что получается очень-очень нежный и воздушный пирог. Вот сейчас тофу на вкус получился как творог. В принципе и все. Приступаем к формированию пирога. И тем временем включим разогреваться духовку. Выпекаем при температуре 180-200 градусов. Противень смазываем маслом. Хорошо промазываем бока формы. Потому что пирог может прилипнуть, если не смазать. В России лаваши довольно толстые. В Турции лаваши. Из-за того, что очень тонкие, то нужно было выкладывать два слоя. Так, мы вот таким образом раскладываем лаваши как основу. И важно, чтобы лаваш выходил за края формы. Потому что потом, когда мы сформируем пирог, мы будем загибать эти края и закрывать пирог. Здесь выходит за края. И не бойтесь рвать лаваши. Итак, выкладываем первый слой. Здесь у нас получилось слишком много, поэтому отрываем. Примерно одинаково должно быть. Первый слой, он ровный. Берем ложку и выкладываем первый слой начинки. Вообще, интересное занятие. У нас будет несколько слоев в пироге. Выкладываем не сильно обильно. Ну, примерно вот так, как сделала я. Итак, первый слой соусом мы не заливаем. И теперь, моя любимая часть приготовления, мы рвем лаваш. На такие вот полоски. Берем несколько штук и комкаем их в ладонях. Вообще, если вы найдете тонкий лаваш, это будет просто супер. Потому что из него прям слепится то, что нужно. Мы сейчас формируем второй слой. Смысл этого пирога, как вы уже поняли, заключается в том, что он такой весь воздушный, слоистый. И между этими слоями у нас начинка обильно политая соусом. Можете рвать на длинные полоски, можете рвать потом на коротенькие кусочки. Важно, чтобы примерно мы закрыли первый слой начинки. Вот так, на глаз. Маленькие кусочки можно порвать. Важно вам увидеть воочию, как это выглядит, чтобы пирог получился именно таким, каким он должен быть. И теперь выкладываем второй слой начинки. Небрежно разбрасываем. Не забываем об уголках. Они обычно бывают самыми плотными. Поэтому туда тоже добавляем. Вы, кстати, можете взять веганский сыр и сверху еще натереть его на терке. Честное слово, это вкуснее любой пиццы. Теперь берем соус. Еще раз хорошенько его перемешиваем. И постепенно разливаем его по пирогу. Снова рвем лаваш. И так до тех пор, пока у вас он не закончится. Вообще здорово еще обжарить сюда шпинат с луком, с чесночком. Распределяем начинку и затем только поливаем соусом. Не забываем про уголочки. Такой у нас трехслойный пирог получается. И еще раз обильно заливаем всю нашу красоту соусом. Добавляем по краям. И завершающий слой. Сильно тоже с лавашом не переборщите, чтобы он у вас твердым не получился. Загибаем наши краешки. Лишнее убираем. И где у нас немножко плотно получилось, здесь нужно обильно еще полить соусом по краям. Соуса много не бывает, как обычно мне его чуть-чуть не хватило. Важно края хорошо промазать, чтобы они пропитались и не были твердыми и жесткими. И завершающий штрих посыпаем кунжутом. Отправляем эту красоту в духовку. Выпекаться будет примерно 20-30 минут. Еще один важный момент. Примерно через 15 минут необходимо открыть духовку и сделать в пироге небольшие отверстия. Для того, чтобы лишняя жидкость начала испаряться. Можете смело его протыкать. Не бойтесь. Ну что, вот он и подоспел. И важный момент, нужно сразу смазать маслом. Мы это делаем для того, чтобы лаваш не был жестким, когда остынет. Хорошо промазываем края, уголки. Если у вас вегетарианское блюдо, то тогда обильно смазываем сливочным маслом. Пирог готов, выпекали мы его всего 20 минут. Обязательно попробуйте приготовить и поделитесь вашими впечатлениями под этим видео. Если вам понравился этот рецепт, то, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь рецептом с друзьями, подписывайтесь на наш канал и также вы можете поддержать наш проект по ссылочке в описании. А я с вами не прощаюсь, у меня для вас еще одно турецкое блюдо. Оно называется мерджимек. Это суп из красной течевицы. Его я приготовлю для вас в следующей программе. Всем пока, а мы с операторской группой пошли разрезать наш пирог. Расскажу вам небольшую историю пейнирли суберек, что в переводе означает сырный влажный пирог. Когда я была еще вегетарианкой, я очень сильно любила сыр. Я могла есть один сыр и не нужно было мне никакого сладкого салата. И сыр это у меня была такая ходовая еда. И, конечно же, когда оказалась в Стамбуле, то данное блюдо стало моим одним из самых любимых блюд. Такие пироги готовятся разных форм. Укруглые или большие квадратные. Есть даже маленькие такие конвертики, их удобно по дороге кушать. Но все это дело очень жирное. Конечно же, веганских вариантов я на тот момент не встречала. Все вегетарианское. В основном это пюре начинка, либо творог или адыгейский сыр. Ну или что-то типа того. Потому что пирог сам по себе получается очень-очень нежной, воздушной текстуры. И если в него добавлять какие-то кусочки твердых овощей или зелени, то уже получается немножечко не то. Но я рекомендую вам экспериментировать. Как уже говорила, мне очень нравится, например, такой вариант со шпинатом. Поэтому, да, основной едой турецкой у меня были не баклава, не какие-то турецкие сладости, лукумы, а именно пироги. Пироги с сыром, пироги с картошкой. На данном этапе я веганю, поэтому поэкспериментировала и заменила адыгейский сыр тофу. И вы знаете, отлично получилось. На вид, конечно, он не такой беленький, светленький, как из адыгейского сыра. Но по вкусу практически ничем не уступает. Даже, я бы сказала, еще нежнее получается. Но тут тоже такая особенность. Тофу любит соль. Поэтому солите чуть-чуть больше обычного, чтобы вам потом не пришлось досаливать. Конечно, рекомендую есть это блюдо вместе с салатом. Но традиционно это блюдо обычно в кафе заказывают как кусочек вот такого пирога вместе с турецким черным чаем. Это такой стандартный набор. Черный сладкий чай и кусочек суперек. Вторым любимым блюдом у меня был суп из красной чечевицы, который называется мерджимик. Я надеюсь, у меня получится приготовить для вас именно тот вариант традиционного супа, который я всегда заказывала в кафе или в ресторане. Уверена, он вам тоже очень-очень понравится. Все, пока-пока. Пойдем, наконец, пробовать этот пирожочек. Продолжение следует...